Субтитры предоставил DimaTorzok Сегодня в программе В рамках государственной целевой программы «Жилище» помощь была оказана семье Гии Джопуа из Учимчиры На одной из главных улиц Гудауты проспекте Героев укладывают новую брусчатку Плитка была уложена еще в советские годы и перешла в негодность Государственный русский театр драмы имени Фазили Искандера стал лауреатом международного фестиваля «Русская комедия» в Ростове-на-Дону Москва считает важным недопущение провокаций в грузино-абхазском и грузино-юго-осетинском приграничье, которые могут привести к эскалации Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам встречи замглавы Дзипветомства Михаила Галузина сопредседателя международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от ООН Джиханом Султаноглу членами делегации ОБСЕ и Евросоюза Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы в контексте очередного раунда женевских дискуссий намеченного на начало ноября этого года Государственная целевая программа «Жилище» продолжает успешно функционировать предоставляя реальную помощь тем, кто больше всего в ней нуждается За три года благодаря программе было удовлетворено 200 заявлений граждан на общую сумму 200 миллионов рублей Помощь была оказана семье Гии Джопо Изучим Чирэ Шайзина Ханагу расскажет подробности Гия Джопо давно мечтал о собственном доме Инвалид первой группы с двумя детьми жил в доме своего отца но понимал, что пришло время иметь свой уголок Узнав о программе «Жилище», реализуемой Министерством социального обеспечения Гия решил подать заявку Собрав все необходимые документы, он с надеждой ждал ответа Спустя полгода ему позвонили с радостной новостью Государство выделило сертификат на сумму 1 миллион рублей Тетя попала под эту программу Она мне тоже сказала, пойди сдай документы, может пройдешь Ну как бы я сдал и где-то через полгода мне одобрили эту программу Ну конечно ожидал, что пройдет программа, что все будет хорошо И когда мне набрали, я получил эти деньги и был рад Для семи Джопо это стало настоящим подарком Гия нашел трехкомнатную квартиру в районе Чемчирского порта за 950 тысяч рублей Хотя в ней не было ремонта, он с энтузиазмом взялся за дело Многое уже сделано, но впереди еще немало работы Сертификат дают там на миллион рублей И потом ты квартиру там выбираешь И они как бы потом оплачивают это все В любом месте сказали, можете, ну разницы нет Я здесь выбрал, ну здесь ремонта ничего не было Как видите, ремонт, ремонт, что-то по чуть-чуть своими силами стараемся делать Ну как все сделаю, так и перейду Теперь, когда квартира постепенно преображается Семья ждет момента, когда сможет переехать в новое жилье Гия с благодарностью говорит о помощи, полученной от государства Ведь она действительно помогает многим семьям, нуждающимся в поддержке В первую очередь я хочу поблагодарить нашего президента Аслана Георгиевича Абжания За такую хорошую помощь и соцобеспечение всех, кто содействовал в этой программе Многие в нашей стране есть такие, которые тоже нуждаются в этой программе Помощи государству Есть такие люди, которые имеют по 10 детей Нет окна, двери, скажем там, где жить нету Живут плохо или снимают Спасибо всем, кто делает такие хорошие дела и проекты Государственная целевая программа «Жилище» действует с 2021 года И направлена на обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан Абхазии Программа охватывает многодетные семьи, инвалидов первой группы, семьи с детьми-инвалидами А также другие уязвимые группы За период с 2021 по 2024 годы благодаря программе было удовлетворено 200 заявлений граждан на общую сумму 200 миллионов рублей Программа продолжает успешно функционировать, предоставляя реальную помощь тем, кто больше всего в ней нуждается Незаконно хранимое наркотическое средство изъято у жителя села Гагида А несколько водителей, нарушавших общественный порядок в Сухоме, привлечены к административной ответственности Далее оперативная съемка МВД Трое водителей, нарушающих общественный порядок в городе Сухом, привлечены к административной ответственности за агрессивную избу и создание аварийных ситуаций Аветс Банри Анзорович, 2001 года рождения, житель города Сухом Акаба Денис Георгиевич, 1991 года рождения, житель города Сухом Хвардский Алма Асланович, 1995 года рождения, проживающий в Сухомском районе Автомобили лихачей поставлены на штрафстоянку Рассекая по жилым кварталам в столице, вышеуказанные граждане подвергали опасности всех участников дорожного движения А жители спальных районов, обращающиеся с жалобами на нарушение и ночной шум, теперь в лицо знают своих раздражителей Еще для двух водителей из свадебного кортеджа праздничные виражи закончились на штрафстоянке В отношении Хачак Амира Анзоровича, 2003 года рождения, жителя города Сухом И Николаиди Диониса Александровича, 2003 года рождения, проживающего в Гулырыбшском районе Сотрудниками отдела госавтоинспекции столичного УВД составлены соответствующие административные протоколы Нарушители выявили и привлекли к ответственности сотрудники первого отдела милиции управления внутренних дел по городу Сухом Жителю Галского района вменяется преступление, предусмотренное частью 1 статьей 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия Челава Бургентарьелович 1978 года рождения незаконно приобрел и хранил при себе без цели сбыта наркотическое средство Запрещенное вещество мужчина хранил при себе и добровольно выдал при личном досмотре Будучи задержанным сотрудниками Уголовного розыска отдела внутренних дел по Галскому району В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в селе Гагида На время предварительного следствия гражданин Челава отпущен под подписку о невыезде Расследование проводит следственное подразделение районного отдела внутренних дел В городе Герои Гудаута продолжаются работы по благоустройству Так на проспекте Героев укладывают новую брусчатку На место работ выехала наша съемочная группа Репортаж Алики Трапш Проспект Героев – одна из главных улиц Гудауты На протяжении многих лет здесь не меняли брусчатку Плитка была уложена еще в советские годы и пришла в негодность Что приносило жителям массу неудовств Сейчас силами районной администрации ведутся работы по замене старой плитки Специалистам предстоит уложить 700 квадратных метров брусчатки На противоположной стороне улицы уже уложили 640 квадратных метров В советские годы при конституции Гана было все сделано Но война началась и все И конечно это было больно Одна сторона приведет в порядок, вторая сторона И в конце концов мы хотели все это организовать Поэтому мы часто эту брусчатку вложили И памятник брусчатки уже именно 92-93 годов Вот это было все заново, все было сделано, реставрировано И сейчас вот эта брусчатка оставалась Общая проектная стоимость работ по укладке брусчатки на проспекте Героев Составляет 6 миллионов 800 тысяч рублей Все средства выделены из районного бюджета Стоит отметить, что в благоустройстве родного города Активное участие принимают и сами жители Гудауты С силами наших жителей, да Я хочу позже случаем поблагодарить Вы видели берег, вот это все Где было запетонировано, там немаленько Где-то километра 700 вот так было сделано Вот это все, да Администрация тоже свою лепту внесла Но основной процентом 70 Это за счет наших горожан, конечно И сегодня то же самое Когда мы приглашаем наших ребят Они никогда ни в чем не отказываются Я хочу еще раз поблагодарить наших ребят Вы видели там плакат, вот это Именно историю Гудаутска, не только Гудауты Все Абхазии, вот это все было Тоже было сделано Там висела фотография наших ребят Те же сыновья наших героев Вот они сами так решили и сказали Говорят, давайте, мы сделаем Жизнь продолжается, жизнь на это не остановилась И вот плакат сняли, новый сделали Работы по укладке тротуарной плитки на проспекте Героев Были завершены в течение 10 дней Администрация Гудаутского района И дальше продолжит работы по благоустройству города Алика Трапшраму Камки, Абхазское телевидение Жизнь достойная памяти К юбилею корифея абхазской литературы Дмитрия Гуля на историческом факультете Абхазского государственного университета Прошел круглый стоп В мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав Вагу, ученые, студенты и наша съемочная группа Всю жизнь свою, как воин и поэт Служить народу выше счастья нет Писал корифея абхазской литературы Поэт и ученый Дмитрий Гуля Дмитрий Иосифович служит любимой Абхазии И после жизни и будет продолжать это делать Ведь он просветитель, который подарил Своему народу азбуку, литературу, первую газету И первый театр Дмитрий Гуля писал, что маленький народ Может иметь большую литературу И он вложил все усилия для этого Первую книгу на абхазском языке Пословицы и поговорки абхазов Он издал в 1912 году на свои деньги Дмитрий Гуля переводил на абхазские произведения Лермонтова, Пушкина и Чехова А еще на творчество Гуля повлияли события Которые происходили с его народом И в частности с его семьей в 19 веке Вынужденное переселение в другую страну Воспоминания четырехлетнего мальчика Которому пришлось покидать родной очаг Вместе с родственниками Описаны в произведениях Гуля И сложно представить, что было бы Если Дмитрий Иосифович не вернулся на родину Отметили участники круглого стола На каждом этапе развития Маленький он, большой Не имеет значения, появляются Плеяды людей Величие народа в них проявляется Вот один из тех, который Великий, это действительно великий человек Который, они способны поднять На совершенно новый уровень развития Культурный код народа Который уровень на один этап поднимают Своим творчеством, своей деятельностью Он заложил национальную ориентированную Национальную концепцию истории абхазского народа Дмитрий Гуля писал стихи и прозу А еще интересовался Историей, этнографией Абхазии Кандидат философских наук Мзея Квицини отмечает, что Дмитрий Гуля является родоначальником Исторического абхазоведения Участники круглого стола Обсудили вопрос этногенеза абхазов Этой теме посвящена Одна из книг Дмитрия Иосифовича Здесь он пытается Очертить гипотезу Об эфиопско-египетском происхождении Ссылаясь на ученых Но мы знаем, что эта гипотеза Была опровергнута исторической наукой И, между прочим, сам Дмитрий Иосифович Говорил в последние годы Что он бы, если бы писал бы заново эту работу Он бы пересмотрел бы многие положения Его можно назвать еще и систематизатором Исторической науки Именно о кавказских племенах Но еще его можно назвать методологом Потому что тогда, в те времена В теории истории, методологии истории Начали использовать многофакторный подход Это я просто как методолог хочу сказать А тут мы читаем книгу Где действительно дается материал Во взаимосвязи эти аспекты Исторический, географический, этнологический Лингвистический Весь этот материал Это целая система, понимаете? Дмитрий Гуля – первый ученый, написавший учебник По истории Абхазии Участники круглого стола отметили, что народный поэт Всегда интересовался археологией И пытался узнать больше о диаскурах На побережье Черного моря Лишь звон лопаты археолога Может в конце концов привести К разгадке тайны древней диаскуриады Писал Дмитрий Гуля На самом деле проблема диаскуриады Стояла тогда И сейчас, хочу сказать, стоит Впервые он сделал доклад В 1923 году на заседание Абно Доклад так и назывался Сухумнини диаскурия В 1924 году сделал доклад На, помните, был в 1923 году Съезд Краеведов Причина моря И там такой же доклад был сделан После этого доклада Выступая Амар То есть пишет Представитель историки этногребетской секции Съезда И слушание моего доклада Между прочим, сказал Мы уверены, что город Диаскурия Стоял именно на этом месте Где город Сухум Но у докладчика есть Очень ценный материал Желательно, чтобы он был Выпущен свет Да, на самом деле Статья с таким названием Была выпущена в 1934 году В трудах Абник Абник или Абник Тогда уже назывался Все-таки Сухумни диаскурия Ну, сегодня По истечении стольких лет После того После накопления археологического Такого материала Мы, вот археологи В том числе и я Уверен, конечно Сухумни То есть, Диаскурия Была, конечно, на месте Сухумы Но В то же время Несмотря на то, что То есть, у Дмитрия Иосифовича Гулия То есть, это мнение возникло Тогда, когда вообще Археологических моделей Было мало Участники круглого стола Обсудили древнеабхазское племя Генеохов и его происхождение В освящении Дмитрия Гулия Поговорили о нем Как о исследователе Средневековой истории Абхазии В рамках мероприятия Были показаны фильмы Посвященные абхазскому просветителю Его семье и творчеству Через которое Можно познавать родину Дмитрия Гулия Абхазию Гугуса Вардания Алексей Агухава Абхазское телевидение Государственный русский театр Драмы имени Фазили Искандера Стал лауреатом международного фестиваля Русская комедия В Ростове-на-Дону Театр показал постановку Олесия Невмежицкая И пастух Махаз По решению жюри Фестиваля театра из Абхазии Удостоился сразу четырех наград Рада Чачава узнавала подробности Лучшая работа режиссера Лучшая работа художника Лучшая мужская роль Лучший актерский ансамбль Всех этих наград был удостоен Государственный русский театр драмы На масштабном международном театральном фестивале Русская комедия Прошедшем в Ростове-на-Дону С 7 по 13 октября Как рассказал директор Русдрама Иракли Хиндба Подготовка к ответственному событию Участию в одном из первых Всероссийских театральных фестивалей С 30-летней историей Началась за несколько месяцев Очень авторитетная жюри Экспертный совет И ряд номинаций Мы когда получали приглашение И уже как-то занимались Организационными вопросами Конечно у меня даже в мыслях не было Того, что мы там что-то должны получить Какие-то награды Потому что там театры из Москвы Из Санкт-Петербурга Причем театры известные Из других стран Из Беларуси в частности И хотелось просто хорошо Выступить там Показать наш спектакль К счастью приехал режиссер Олеся Невмиржицкая Из Москвы Она приехала специально Чтобы порепетировать этот спектакль В результате мы приехали в Ростов И И что важно Расходы связаны с нашим участием Взяла на себя Ростовская область И Министерство культуры России Потому что это большой коллектив Это проживание в гостинице Это питание Это провоз декораций Русдрам представил российскому зрителю Спектакль Пастух Махас Уже популярный на родине Однако Не показанный За пределами Абхазии По словам Иракля Хиндба Спектакль произвел фурор Все билеты были раскуплены заранее А зал переполнен Пастух Махас Это наш хит Это спектакль Который идет При аншлагах Мы его можем играть Три-четыре раза в месяц И зал будет всегда полон И когда вот есть И зрительский успех И в то же время Высокий художественный уровень Вот тогда получается тот спектакль Который можно признать удачей Удачей Репертуарной И творческой удачей Так что Пастух Махас Отправляется на гастроли Скоро в Яшкар-Алу В 24 ноября Мы его будем там играть Если вы откроете сайт Театра Яшкар-Але Вы увидите Что на этот спектакль Практически нет билетов Иракли Хиндба Также подробнее рассказал О лауреатах фестиваля Я просто Честно говоря Испытал какое-то Унизительное чувство Гордости За наш театр За страну нашу Потому что мы получили Награды В престижнейших номинациях Виталий Янкович Кацепа Главный художник Нашего театра И главный художник Абхазского театра Вообще многолетний Театральный художник И он получил Награду Как лучший художник В фестивале Хотя там такие Спектакли И такие персонали Знаменитые Просто известнейшие Также принимали участие В этом фестивале Это Конечно Наши актеры Причем Сразу два актера Получили Премии За лучшую мужскую роль Это Саид Лазба Который играет Махаза И Джамбул Жордани Ну За Джамбула Я очень рад И Просто Это вот Признание его Действительно Заслуги Его Той формы Актерской В которой он сейчас Находится У него тоже Рассвет сегодня И как у актера И как у режиссера И вообще как у Театрального деятеля За Саидой Я просто счастлив Потому что Для молодого актера Такой вот Он сделал прорыв В своей Творческой карьере И Сыграл Вот такую Удивительную роль И создал удивительный образ Который запоминается И западает в душу Гастроли И участие В подобных Масштабных проектах По словам Ираклия Хиндба Не только полезны Театральной труппе Но и очень Ответственны Для всего театра Мы стараемся Чтобы все спектакли Которые в нашем театре выходят Обладали Так называемым Экспортным качеством Чтобы их Не стыдно Было показать За пределами И самое главное Не просто не стыдно А чтобы это Формировало Представление Об Абхазии Как о культурном центре Региона всего Кавказского Как минимум Кавказского региона В конце концов Это и есть Вот Задача театра Театр должен Не должен быть Вещью в себе Театр должен Помогать Продвигать Какие-то важные Смыслы В том числе О стране О народе Спектакль Пастух Махас Одна из самых Известных Новелл Эпического романа Искандера Сандро Исчегема Это история О немногословном Мужественном Махазе Который отомстил Обидчику своих дочерей Глубокомысленное Высказывание Чести И долги О непреложности Традиции Как основы жизни Об искупительной Жертве Во имя Высшей Правды Рада Рада Чачава Инал Гвинджи Абхазское телевидение Гастроли Северо-осетинского Государственного Академического театра Пройдут в Абхазии 16-17 октября 16 октября На сцене Абхазского Государственного Драматического театра Имени Самсона Чанба Состоится Показ Трагедии Король Лир По пьесе Шекспира В постановке Режиссера Гиви Валиева Постановка Является Лауреатом Российской Национальной Театральной Премии Золотой маски 17 октября Зрителям покажут Драму-овод По роману Войнич В постановке Режиссера Эльдара Трамова Начало спектакля В 19 часов А с 19 по 21 октября С концертами В Абхазии Выступит Государственный театр Танца Корчаева-Черкесии 19 октября Во Дворце культуры В Ткварчале 20 октября В Доме культуры В Чемчире 21 октября В Абхазской Государственной Филармонии В Сухуме Гастроли Организованы При поддержке Министерства культуры Абхазии И в завершении Выпуска о погоде В среду 16 октября Ожидается Облачное С прояснениями Погода Местами Ночью и утром Дождь Разной интенсивности Гроза Днем Без осадков Температура воздуха Ночью 11-16 Днем 16-21 Градус Температура Морской воды 23 градуса На этом наш выпуск завершен До скорых встреч в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова